Для Баку и Еревана важно вести переговоры не в Брюсселе, а в Москве. По мнению российского эксперта, президент Алиев и президент Путин достаточно симпатизируют друг другу. Интервью Калибер. Эйзи с российским политологом, экспертом по вопросам евразийских исследований Асланом Рубаевым. В недавнем интервью и Орегнам вы сказали, что Запад поставил условия Пашиняну, среди которых, сдача Карабаха. Также вы сказали, что в случае, если Армения и Азербайджан согласятся на роль Запада как единственного посредника в переговорах, регион ждет очередная кровопролитная война. Тогда как объяснить военное невмешательство России в ход 44-дневной войны, а также то, что и сегодня Россия выступает в роли посредника по Карабахскому кейсу. Выходит, Россия смирилась, что Армения отходит Западу. Все немного иначе. Если мы смотрим на это с позиции РФ, то понятное дело, что все процессы, которые происходят на постсоветском пространстве, особенно процессы милитаризации и накала страстей, они все инспирированы коллективным Западом. Как мне представляется, Россия в последние 10-20 лет ведет борьбу за постсоветское пространство. Борьба идет между Россией, Китаем и Западом. Это три самых крупных игрока, но есть игроки и поменьше, которые тоже представляют угрозу для России. Я имею в виду Иран и Турцию. И эта борьба неизбежна, а задача Путина, как раз успокоить и пасифицировать постсоветское пространство. Другими словами, Путин придерживается позиции, что, мол, мы находимся в рамках одного союза, постсоветского союза. В этом контексте, какая разница, чей будет Карабах, если Азербайджан, и Армения все равно ближайшие друзья и союзники России. Для Москвы главное — не допустить войны. Юридический статус Карабаха для Кремля не является первоочередной целью. Президент Путин в этом вопросе не исходит из интересов продавливания азербайджанской или армянской позиции. Он исходит из интересов России. А интерес России заключается только в единственном, в стабилизации обстановке, чтобы в регионе Южного Кавказа не было войны. В условиях тяжелейшего международного положения рассредоточивать внимание Москвы на происходящее на постсоветском пространстве, это дополнительная нагрузка на российскую экономику, на российское министерство обороны, что совсем ни к чему. К тому же мне кажется, что Азербайджан медленно, но верно отдаляется от России. Мы сейчас даже не говорим про отношения с Турцией. Баку не всегда действовал, исходя из принципов союзнических отношений с Москвой. Хотя нужно признать, что президент Ильхам Алиев не принял антироссийскую риторику. Азербайджан очень перспективная страна и Ильхам Алиев пытается сделать ее политику многовекторной. Баку пытается дружить и с Западом, и с Россией, и с Ираном. Азербайджан хочет дружить со всеми. И это прекрасно и нормально, но Азербайджан должен понимать, что чрезмерная дружба его с Анкарей может привести к потере независимости. У Азербайджана гораздо больше гуманитарных связей с Россией, чем с Турцией, и для него перспективней больше дружить с Россией. Не скрою, что России тоже это выгодно. И я думаю, что для Баку и Еревана важнее садиться за стол переговоров не в Брюсселе, а в Москве. Конечно же, если у них есть цель выйти из войны. Если же нет такой цели, то тогда эта история будет еще долго продолжаться. Азербайджан сегодня не про турецеки и не про российский и не про западный. Азербайджан будет таким, каким его хочет видеть президент Алиев. Лично мне эта позиция Ильхама Алиева импонирует. Он, как грамотный политик, говорит всем лидерам то, что они хотят услышать, но проводит свою стратегию, действует всегда сам по себе. У Ильхама Алиева есть намерение встроить Азербайджан в большую мировую политику и играть там не последнюю роль. Он хочет широко заявить о том, что есть Азербайджан. И если бы он был про западный или про турецеки, он бы такую позицию не занимал. Ильхам Алиев ведет Азербайджан к мощной независимости. Но рано или поздно официальному Баку придется определиться с кем же он. Суверенность Азербайджана может гарантировать только Россия. Отмечу, что Азербайджан очень перспективная страна. У него есть огромные ресурсы, он проявил себя прекрасно в вопросах урегулирования статуса Каспия в 2018 году. В целом России выгодно иметь хорошее отношение с Азербайджаном, выгодно это и Азербайджану. Но повторюсь, на сегодняшний день я бы не сказал, что Азербайджан про турецеки, про западный или про российский. На саммите Восточного партнерства Азербайджан продемонстрировал принципиальную позицию, не поддержав пункт в итоговой декларации, касающейся Беларуси. Как вы расцениваете данный шаг Баку? Думаю, что в этом вопросе личные отношения Ильхама Алиева и Александра Лукашенко играют не последнюю роль. Помнится и Лукашенко на некоторых площадках хорошо отзывался о политике Алиева, о том, что он за несколько лет превратил Азербайджан в не слабого регионального игрока. Поэтому поддержка Азербайджаном Беларуси, это скорее результат дружеских отношений между Алиевым и Лукашенко. Вы сказали о дружественных отношениях между Лукашенко и Алиевым. В этой связи хотел у вас спросить, какую роль в российско-азербайджанских отношениях играют личные отношения между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Мне кажется, что президент Алиев и президент Путин достаточно симпатизируют друг другу. Конечно, есть некоторые моменты, которые мне не совсем приятны, это не признание Азербайджаном Южной Осетии, Абхазии. Но это можно объяснить тем, что Баку сам оказался в похожей ситуации. Если мы говорим о каких-то разногласиях между Алиевым и Путиным, то они могут быть в рамках урегулирования Карабахского вопроса, по Осетии, Абхазии и по Крыму. Это единственные моменты, в которых позиции двух стран не сходятся. Во всех остальных аспектах, абсолютно нормальные человеческие отношения. Главы России и Азербайджана достаточно неплохо друг к другу относятся. Опять же надо больше внимания уделять гуманитарной составляющей наших отношений. Мы когда-то были в одной советской семье. Сейчас геополитика очень сложная, она перешла в новую фазу, где надо держаться ближе друг к другу. Если мы будем понимать, что у нас гораздо больше точек соприкосновения, тогда в совместных действиях мы достигнем куда большего успеха. Кстати, встречи на полях восточного партнерства мне не совсем понятны. Не совсем ясно, почему после Сочи Алиев и Пашинян поехали договариваться в Европу. Получается, переговоры с Путиным Алиев и Пашинян аннулируют? Тут очень много вопросов. По мнению многих авторитетных экспертов, брюссельская встреча была выгодна как раз-таки Пашиняну, потому что у него перед Западом есть определенные обязательства, а не гаранты его политической стабильности. Пашинян ведь пришел к власти в Армении благодаря западному капиталу, благодаря его продвижению. Его во власть привели, и он стал тем, кем он стал. Вот и все. Пашинян абсолютно не пророссийский политик. В этом плане больше пророссийский Ильхам Алиев, чем Пашинян. Но тут вопрос в том, какой Азербайджан будет через 10-15 лет. Будет ли он в таких же хороших отношениях с Россией или пойдет по пути той же самой Грузии? А как вы расцениваете антироссийские настроения в Армении? Это люди всевозможных фондов СОРОС и американских спецслужб, которые специально возвращены. Они будут отрывать Армению от России и сколько денег для этого потребуется, столько Запад и выделят. Сегодня в Армении против России выступает самая низшая маргинальная группа, которая не пользуется большим влиянием. Однако эта группа может рано или поздно вырасти во что-то большее. Пашинян этому не противостоит и к антироссийским выпадам относится нормально. Однако брать эту ситуацию на вооружение и говорить, что Армения становится антироссийской, я бы не стал. Безусловно, эти настроения надо глушить уже сейчас, так как они в дальнейшем будут дестабилизировать армяно-российские отношения.